И всем привет, ребята, вот она наша новая серия по метро-рояль, и раз вчера каким-то чудом вы получили ровное письмо, то даже в долгий ящик вот складывать не будем, а сразу пойдем и сегодня откроем, с надеждой на то, что хотя бы что-то ценное оттуда выпадет. Ну а вам я желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает, ну и конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже 151 тысячи человек, за что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и также бонусом для тех, кому вообще не раз не трудно, смотрите ролики через VPN, это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба, но мы начинаем, погнали. Хотел задонатить UC в PUBG Mobile, но совсем забыл, что ты живешь в России, и теперь это больше уже не проблема, ведь есть сайт playrock.com. Playrock это маркетплейс товаров и услуг, где донат осуществляется легально через официальный магазин PUBG Mobile, покупка причем совершается всего в пару кликов, регистрация через ВК или Гугл, оплата банковской карты или Киви, и после покупки вы получаете инструкцию по получению товара, и у вас открывается чат с продавцом. 10 минут и все, 325 UC у меня уже на аккаунте. Сотни тысяч игроков уже получили донат через Playrock, более 180 тысяч отзывов, которые оставили реальные люди. Приобретайте UC через Playrock и тратите их на все что угодно, а также с недавнего времени здесь обновилась страничка с PUBG Mobile, где вы теперь можете найти не только аккаунты, бусты, даже кланы с популярностью, но и ваш любимый метро-рояль. Так что как обычно, playrock.com, ссылочка в описании. Черт, как-то странно, обычно по этому мосту тебе даже пройти не дают, в начале-то боя, а сейчас спокойненько себе прошел. Оу, а спереди-то у нас кто-то есть? Потому что явно это был 100% не бот. А вот это уже бот. Понял, принял. Значит, аккуратненько туда заходим и забираем его. К тому же там, по-моему, еще слева парнишка с новым дробовиком. Только вот, знать бы, куда он еще стреляет. Готов. По ходу дела, я вот сюда как раз таки и стрелял. Раз парнишка сидел и похилился. Ну все, первая цель готова. Теперь можно и за тем сходить, которого только что убили. А может и не убили, но, по крайней мере, он неплохо так настрелял по нему. Ладно. Мне все равно в эту сторону, так что сбегаем и проверим. А то еще зайдет куда-нибудь мне в спину и капец. А, вот он же. Но он еще и живой. Больше не живой. А вот так уже получше. Причем, я так понимаю, это в данный момент были ближайшие ко мне люди. Тогда, получается, спокойно всех облутываем. Ну и потом уже куда-нибудь можно будет залететь. По крайней мере, письмо еще будем открывать. Но очень даже не скоро. Не раньше, чем середина боя. Раньше имел все. А сейчас ничего не осталось, кроме трусов с банданой. Все поправимо. Магазин Метромаркет. Только вот я так и не придумал. Туда все-таки можно сходить. С одной стороны, хорошо было бы на босика залететь. Да, с другой стороны, у меня все-таки не так много патронов, чтобы это делать. Найти жертвовать последней туда? Ну как-то тоже не очень охота. Понял, принял. Видимо, все-таки босик откладывается. Готов. Капец, он вовремя выйти решил. Прям ровно в ту же секунду, как я хотел пойти. Блин, может быть, все-таки надо сходить до босика чекнуть? Ну, я так понимаю, реально людей вообще в округе нет. А там как-никак даже снайпер был на месте. Так что шансы 90% на то, что там и босик будет. Это мало ли, сейчас еще и с боса что-нибудь красное достанем. Так-то это было бы вообще замечательно. Маловероятно, конечно. Особенно с последней моей удачей. Но, тем не менее, в этом режиме абсолютно все возможно. О, боты на месте. А это, кстати, хорошо. Значит, по-любому сюда они точно никак не агрались. Серьезно. Его уже забрали. Капец. Я так понимаю, это был тот самый парень, который тут и спавнится. Чисто до начала матча сюда прибежал, чтобы у него боты не агрались. А потом успешно и свалил. Мне же это не кажется. Там кто-то в районе моста работает. А если быть точнее, даже за мостом. Понял, принял. Приключения даже не заставили себя долго ждать. Теперь получается, надо аккуратненько зайти, понять, кто тут по кому работает и забрать. Не будет же тот парень просто так куда-то стрелять, чтобы лишний раз себя спалить. О, а вот, кстати, и он. Сидит там, высматривает кого-то. Вот теперь только мне бы понять, кого он и откуда высматривал. Да, а то сейчас подбежишь и по тебе просто кто-нибудь разрядится. И опять четвертые шмотки. Не, ну тут хотя бы патронов было побольше. Так что теперь можно в ту же самую подземочку спускаться. Но чуть-чуть попозже. Капец, ну он же по кому-то тут смотрел. И по кому-то здесь же стрелял. Я так понимаю, второй парень решил воспользоваться моментом и просто свалил. Как-то обычно не бывает. О, пачки. А кто это у нас там наблюдает? Сидит себе в спину, он мне заглядывает. Вот по-любому он бы мне в спину как раз таки и начал работать. Не, вот теперь я от него не отстану. Зря он вообще показался. И раз он куда-то отошел, то я его тоже обойду. К тому же, вряд ли он меня сейчас будет палить, если я пойду через ангар. Я еще лучше, даже за ангаром. По-большому, но зато надежному кругу. Тут походу дело тоже решил каким-то чудом поменять позицию. Что на самом деле, не очень даже правильным. И как раз таки многие, вот в этом моменте и ошибаются. Начнут по кому-то работать, чуть-чуть у них неудачно получается, и они остаются в той же позиции отыгрывать. Да их спокойно обходят и забирают. Тут даже иногда большого скилла не надо. Просто хотя бы немного понимать, как протекает бой, и куда у тебя может пойти противник. Все, и этого достаточно, чтобы вносить огромное количество лута. Вот я же говорил, что он тоже свалил отсюда. Он скорее всего, либо просто переплыл, либо ушел в сторону моста. Другого варианта у него просто нету. А вот, кстати, и он. Стоп. Готов. Ну все. Получается, теперь его быстренько лутаем. Да, там как раз уже и временной бойсик будет. Я очень сильно надеюсь, что он выпадет как раз таки в моей стороне карты. Чтобы я мог двух боссов забрать, и потом уже в подземочку пойти. Потому что я сейчас подумал, и мы, наверное, не просто с вами откроем дверку, а еще и на всякий случай, облутаем все подземелье. Ну, кроме темной зоны. Да нет. Но я когда увидел этот лучик, уже подумал, что с него что-то годное выпадет. И на тебе. Только лишь патроны. Ладно. Ждем временного бойсика. А потом уже видно будет, куда нас закинет игра. Погнали. И он как раз прямо на бараках появился. Сейчас спокойно тогда его забираем, и по прямой линии спускаемся за еще одним боссом. Который уже задождался меня там после магазина. Я ж надеюсь, если мне с людей ничего не сыпет, то может с боссов упадет. Ну, у него опять третья сумка. Красный. Вот не зря я все-таки сюда пошел. Прям как чувствовал, что хотя бы что-то тут дроплится. И тут у нас шестая Кобаркаска. Огонь. Как раз. У меня сейчас не так уж и много шестых вещей. Так что и шлема, и бронежилеты мне одинаково нужны. Ну все. По прямой прям спускаемся и забираем следующего. Погнали. И что самое приятное, мы максимально хорошо укладываемся по времени. 15 минут мне прям с головой будет. Эй, а чего он не агрится? Неужели? И прошло и года. Так, первый есть. И еще и розовый. Нет, однозначно. Раз у меня сегодня не фартит вообще на людей, зато боссик. Второй подряд падает годным. И хоть я и совсем не играю с дробовиками, но тем не менее, это намного приятнее видеть, чем кучу четвертых шмоток. И то даже не всегда. Сейчас тогда запихиваем как-то все. И прямиком в подземочку. Начнем с ящиков. Ну а там уже и дверка. Погнали. Только я так понимаю, сейчас придется еще и целую кучу ботов ушатать, но это уже не такая большая проблема. Самое главное, что я хотя бы сюда дошел. И уже хорошо. Так, где черный? Тут же еще черный бот есть. Все. Вот так уже совсем получше. Всего пара магазинов, и фу, боты все закрыты. Хотя я помню один раз заходил, и меня просто черный бот тут же шотнул гранатой. Вот тогда прям обидно было. Ладно, первый ящик такой себе. Буду надеяться, что хотя бы что-то из ящиков выпадет. Хотя тут тоже дело случая. Как повезет. Да, что-то поначалу мне как-то не очень нравится. Ты иногда сюда заходишь, и прям с первого же ящика ну хотя бы что-то фиолетовое падает. А тут получается третий ящик. Если сейчас и отсюда ничего не выпадет, то все. Что и требовалось ожидать. По ходу дела, сегодня вообще не мой день, чтобы что-то с кого-то выбивать. Ну, либо же с чего-то. Галимая шляпа, по-моему, падает. Я думал, что сейчас еще и придется патроны лишние выкидывать, чтобы все поместилось. Ну, а нет, нифига. По ходу дела, мне это точно не грозит. Просто самое обидное, что как бы черная дверь тоже с этим всем связана. И если тебе с обычных ящиков не падает, то и оттуда вряд ли что-то очень хорошее выпадет. Сейчас можем даже это и проверить. Я не думаю, что сейчас 1400-500 получится. Максимум она себя купит, и уже хорошо. Ладно, перепрыгиваем по-быстрому на вторую сторону. Там, в принципе, тоже не очень долго. И потом уже посмотрим. Но я говорю, вряд ли что-то большое с ней будет. Кстати, а может аж потом еще и на бойско сгонять? У меня же все-таки как-никак флайер есть. Да и к тому же по времени я тоже все еще очень хорошо успеваю. Прошло буквально пару минут, а половина подземки уже залутана. У меня один фиг. С ней что так, что так, ничего не падает. И опять флайер. Не, ну я сейчас, наверное, буду делать, так как вообще не стоило бы. Просто будем их тратить в пол. А новые поднимать. Ну это так, на случай, если же тут кто-то будет проходить, чтобы он ему не достался. Как говорится, ни себе, ни людям. Да, даже с оружием ничего. Раньше тут пушки падали прям одна за одной. Я помню эти первые и вторые сезоны, когда заходя в подземку, ты выходил с тремя-четырьмя топовыми оружиями. А сейчас? Че сейчас? Мне кажется, разработчики потихоньку, помаленьку, ну в общем, очень сильно уже пофиксили лут. Причем везде, что в радиации, что в подземке. Вспомните, я раньше вообще не ходил в радейку. Я чисто мельком раз в два дня бегал сюда и все, не хватало. А сейчас что? Если ты хотя бы пару раз за неделю не сходил в радиацию, то все, тебе даже на те же патроны не хватит. С одной стороны, наверное, хорошо. Это не такая легкая игра получается. Ну а с другой стороны, иногда реально на эти же патроны и тупо не хватает. Неужели? Спустя все подземелье мне выпал всего лишь опреснитель. Один. Да, по-моему, антирекорды все еще продолжаются. Этот сезон прям богат на рекорды. И с крайности в крайность. То чересчур много с радиацией, то чересчур мало. Ну а так все. В темку, я как и говорил, мы 100% не пойдем, потому что она мне просто не нравится, в частности того, что там очень темно. Теперь дверки. Ну что, ставим ставки. Насколько много или же мало отсюда выпадет. Я ставлю на то, что просто себя купит и уже хорошо. Ну что, первый ящик? А тут сейчас бах и тряслитка золота. И все, вот тогда я тут же сдулся. Чертежек? Ладно, будем считать, что плюс-минус она себя уже купила. А, про что я вам и говорил. Две фиолетовые штучки с черной двери. Ну да, то на то и выходит. Плюс-минус ну 1200 с небольшим мы заработали. То есть она ровно себя купила. Как я изначально и говорил, потому что она очень связана с тем лутом, который тут везде падает. Ладно, тогда пробежимся по поискам, ну а там наверное уже и флайер вызывать будем. Поехали. И начать я решил прям с гаражей. Потому что я так понимаю при хорошем раскладе мне времени полностью хватает. А может и не очень. Я сейчас естественно на это вообще не рассчитывал. не, ну заново же я туда не побегу. Фига себе у него хп слетело в секунду. Ну мог бы еще пару метров на меня пройти. Мне бы точно этого хватило чтобы его забрать. то он еще и гасится. Готов. И фиолетовый. Походу дело я сглазил свои удачи на боссов. Хотя впереди еще целых два на рожке и под бараками. Так что есть еще все шансы выбить что-то классное. Поехали. Ну по крайней мере я надеюсь что он тут есть. Потому что ни снайпера ни обычных ботов нету. Хотя я вроде бы сюда заходил аж в начале боя грубо говоря. А сейчас конец. А нет стоит. Еще и с авиком. Серьезно? Вот так вот просто? капец у меня же шестая каска была. Да и лута как бы с собой достаточно было. Не ну все получается на этом моменте и будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию. И поэтому всем тем кто досмотрел до конца просто огромное спасибо. И конечно же не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь и увидимся как бриз на завтра. Всех обнял. Пока.